Меня зовут Наталья, я впервые на подобном мероприятии. Видимо, так и сложилась моя необходимость, сюда вот меня привела. Я довольна всем, и многие люди для меня стали открытием, многие участники, многие тренера. Хотелось бы, конечно, может, что-то ещё посетить, но, видимо, я взяла то, что нужно. И открытия, которые для себя здесь сделала, думаю, что они мне помогут дальше. Из тренеров могу выделить Голицу, поскольку он харизматичный человек, пусть и своеобразный, но он очень классный, и то, что он несёт людям, действительно полезно. Порадовала Гречко Юлия. Она настолько меня зацепила, что я трижды посещала её мастер-классы и проработала то, что меня беспокоило. Также очень порадовало то, что помимо тренеров, которые занимаются эзотерикой и другими энергетическими практиками психологии, есть ещё и арт-тренера, которые как-то вносят свои яркие краски в эту систему. Например, цветы из лент или Мэнди, Мэнди, также проработка актёрских талантов, риторика. Эти вещи также полезны, и они закрепляют тот образ, с которым мы отсюда уходим. Касательно себя могу сказать, что я пришла сюда, чтобы перестать бояться людей, поэтому я пошла в волонтёры, чтобы вспомнить, что такое работа с людьми. Поскольку моя работа сейчас связана с компьютером, я отвыкла от общения, и в результате я имею новых друзей, новые знакомства и новые ощущения того, что можно доверять людям, и можно идти дальше, развиваться и познавать каждый день что-то новое. Даже приведу такой пример. Я рассказывала кусочек своей биографии, когда проходила практику в отеле. Я попробовала выйти горничной официанткой, администратором. И на словах это отложилось в моём опыте, но после вот этих всех проработок я поняла, что только делом можно подкрепить вот эти все вещи. И взяв веник, начав убирать вместе с остальными девушками, подтвердив свои слова делом, я поняла, что это всё прошло не зря. И это, конечно, не единственный пример, я взяла самое простое. В общем, я думаю, что отголоски фестиваля будут просыпаться во мне ещё очень долго. Я благодарна каждому участнику здесь за весь опыт. Даже сегодня, проработав через дискомфорт своей ситуации, я поняла, что можно очень много ещё пробовать. Спасибо всем. Надеюсь, до новых встреч. А где ты сейчас не брал? Ну вот, если сегодняшний мастер-класс брать, это касалось сексуальных фантазий, которые связаны с нашим детством и могут влиять на наше будущее. Я находилась там с девяти с чем-то, и почти до трёх часов мы работали. Ты тренировка? Так, сейчас пустовая. Екатерина Олеговна пустовая. Она нашла подход к нам, пыталась нас как-то раскрыть. И почему дискомфортный дискомфорт, я сказала, потому что через вот такие вещи, конечно, не расскажешь первому встречному, но я решила это сделать. Но среди участников были люди, которым я вряд ли бы доверяла в обычной жизни. И сначала я села себе в зону комфорта, выбрав двух людей, которые меня зацепили, которым мне показалось, я могу доверять. И с ними было всё мило, слажено. А потом, решив продолжить участвовать в этом мастер-классе, я уже раскрывалась перед оставшимися людьми, в том числе их было два человека, которые в обычной жизни могли бы меня задавить своей силой, своей выносливостью. Но раскрывшись перед ними, я раскрыла и их, с тех сторон, которые в нас перекликались. Я поняла, что даже человек, который меня может пугать в обычной жизни, даже он может при определённых условиях стать на мою сторону. Мне это очень зацепило. И ещё порадовали группы, которые выступали здесь. Хоть я и в связи со своим волонтёрством, в связи с тем, что для меня было приоритетнее посещать мастер-классы, я видела далеко не все выступления людей, но это было приятно, послушать вживую. Я раньше не особо любила посещать что-то такое. Мне проще послушать музыку в наушниках. Но теперь я поняла весь кайф до конца, несмотря на то, что мне близки металл-концерты. Также, что ещё можно сказать? Конечно, раскрытие людей. Мне понравилось, что в процессе работы волонтёрами мы не только менялись внутренне, но и делились с этими изменениями друг с дружкой. Я нашла здесь людей, с которыми я хочу продолжать общение дальше. Возможно, я сейчас ещё немного боюсь этого, но таки ещё жив вот этот механизм дружбы. Мне захотелось что-то, может быть, в следующий раз новое привнести с собой. Возможно, какое-то творчество. Возможно, это будет новое хобби. Если я выпаду снова на фестиваль, то я думаю, что я и хочу, и, наверное, и буду уже другой личностью, которая с чем-то справится, через что-то перешагнёт. Конечно, ещё многое хотелось бы посетить. Жаль, что я что-то предпочла, чему-то. Потому что обычно днём было много мероприятий интересных. Утро и вечер как-то их было... Ну, они были интересны, естественно, но их было меньше. Меньше был выбор. Днём, конечно, что же делать? Куда? В общем, личные качества тренеров и их навыки очень помогают решению наших вопросов в жизни. Мы учимся чему-то, с чем ещё, может, не сталкивались, либо раньше не понимали. Это радует, радует, когда рядом люди становятся другими. И мне кажется, что Талале — это как такое вот солнышко, а мы понесём каждый свой лучик в свою среду общения. И как-то будем зажигать людей дальше. Мы не будем жить какой-то обыденностью от зарплаты до зарплаты, какой-то лжестабильности. Мы будем надеяться, что мы сохраним вот эту искру. Как вчера факела... Кстати, насчёт факелов чуть не забыла сказать, что у меня был страх. Вообще, ну, фаер-шоу для меня было что-то вообще вот... Это не моё, я этого не понимаю, потому что не моя стихия, может, это связано с гороскопом. Но вчера я решила, что вот по максимуму подчерпну из этого урока. Мне завязали нам глаза. Я почувствовала, что кто-то может доверять мне. У меня был ещё сильный контроль. Я держала девушку, которая держалась за меня, ещё вот так поверх её руки, не знаю зачем, параллельно рассказывая какие-то весёлые истории людям в этом ряду. Дальше, когда мы уже дошли, мне уже было не страшно. Я шла по этой аллее, мне просто было интересно, что будет дальше. И шла, куда меня поведёт моё сознание, моя энергетика. Уже по-другому я смотрю на то, чему я уделяла внимание обычно больше, чем кто-то из моего окружения. Сейчас я смотрю, что именно эти мои отличия и дадут мне дальше толчок. Я рада своим росту вот этих своих отличий от других. Возможно, у меня поменяется. Теперь круг общения, я пойду за ними дальше. И в конце, когда уже времени оставалось немного, я хотела выехать, потому что мне нужно выезжать домой каждый день, к сожалению, но надо было. Я хотела, чтобы как можно больше за это время произошло, чтобы я ничего не пропустила. И в этот момент я увидела на факеле зелёный огонь. Вот хоть это и детская какая-то глупость, но именно это поставило такую вот не точку, но запятую в этом вечере, где важно было обратить внимание. Ведь даже если за день увидишь какой-то необычный цветок или встретишь необычного человека, одно это событие может этот день выделить ярким цветом жизни. Вот этот зелёный огонь — это было то, что я до этого видела только на картинках или в каких-то программах. Но это есть, это удивительно, и пусть это по-детски, но такая была у меня радость. А ещё такой весёлый случай. Мне понравились пряники, которые продают женщины из сладкой лавки. Они дешёвые и очень-очень вкусные. Ну да, кусочек рекламы. Я нагребла очень много таких сладостей, чтобы порадовать свою подругу и свою семью, ну и, в общем, близких. И приберегла для подруги имбирный пряник. Берегла его от всех. И прихожу домой. Это пряник Нади. Отдайте мне. Спрятала его себе в постель. А утром я понимаю, что пряника нет. И я поняла, что я его съела. Ночью. Ну да, ночью. Так что это такой вот поток, который хочется брать, брать себе и, конечно, передавать дальше. Без этого никак. Потому что без вот этого цикла это будет или ненасыщенность, и мы будем недовольны жизнью, или когда мы всё будем копить себе, то получится, наверное, как у меня до фестиваля. Вот так получится. И сегодня, в завершение всего скажу, что я сегодня действовала по своим желаниям. Был момент, что после тренинга мне захотелось порисовать на арт-терапии. Я нарисовала цветочек, который стремится к солнцу. Но пока я его рисовала, я поняла, что мне хочется ещё и спеть, пока есть возможность. А до этого я никому не показывала здесь, что я хотя бы что-то могу петь. Я сорвалась от этого цветочка на вокал, потом опять к цветочку, потом ещё куда-то. Всего понемножку. Я поняла, что любой человек может проявляться по-разному. И пусть мы не будем экспертами во всём, но мы можем быть совершенно разными. Это поможет нам балансировать внутри себя, сохранять какую-то гармонию и быть счастливыми. Даже вот самим собой. Ведь с этого всё и начинается. Спасибо. Продолжение следует...